Решила поиграть. Кто-нибудь играл вообще в Neverwinter? Мне раньше нравилась игра именно, которая стационарно устанавливалась на компьютер. В общем, не онлайн. Я играла в неё, мне нравилось. Потом забросила её. Решила установить Steam и через Steam нашла Neverwinter. Сейчас уже установила, вот выбрала воина. Я люблю за воинов играть. Я даже в линейке, кто помнит, была такая, есть онлайн-игра, и вот я в ней играла всегда практически за воинов, хотя я всех персонажей попробовала, но вот больше всего мне нравилось именно за воинов. И вот сейчас у меня дилемма выбрать Бесстрашного воина, либо, как это называется, либо Воин-Страж. Кто-нибудь играл, просто напишите, как он. Смотрите, какая у нас солнечная погода. Круто, да? У нас сейчас тут на улице парень-кота или кошку пытается с дерева снять. Сразу сколько добрых людей, да? Кошку спасать. Иди сюда, хорошая! Она в шоке сидит, думает, блин, да уйдите, я слезть хочу. Я, кстати, загрузила видео сейчас, следующего влога, и хотела немножко так подкорректировать. Да, я там выкладывала влог со своей подстрижкой. Да, вот такой вот у меня хвостик, кстати, получается. Хоть какой-то получается, потому что я думала, вообще ничего не получится. И по поводу стрижки. Я там потеряла один кусочек, в котором я именно объясняла, что, как, к чему. Один кусочек видео я потеряла там, где я еще с длинными волосами объясняла, почему я хочу это сделать. Я сейчас собираюсь вообще по делам выйти, и хочу еще зайти в какой-нибудь салон, парикмахерскую, и спросить, в общем, про подстрижку, узнать всякие подробности, смогут ли меня подстричь так, как я хочу. Да, я хочу подстричься, потому что мне надоели мои волосы. Да, это красиво, это круто. В общем, да, коса такая и все такое, но мне стало некомфортно. И волосы уже настолько длинные, что даже коса уже до пояса. Тем более, когда я распускаю, это еще длиннее выходит, и, в общем, я уже сама на них сажусь. У меня начинает болеть голова, если я делаю какие-то высокие хвосты, какие-то гульки, пучки. Не хочу, конечно, слишком коротко стричь волосы. Те, кто смотрит меня, да, давно знают, что у меня были окрашены волосы, и мой цвет волос где-то сейчас вот отсюда. Поэтому я, в принципе, где-то вот такую длину и хочу оставить. И у меня есть несколько вариантов стрижек, которые я хочу сделать. Они обычные, элементарные. Я вставлю фото где-нибудь здесь, видео, и я понимаю, что там и укладка на фото, и разные цвета волос. Но принцип я хочу именно такой, вот именно самой стрижки. Я хочу просто найти мастера какого-нибудь, посмотреть на салон, в общем, походить, поглазеть, грубо говоря. Так что грядут изменения. И второй кусок я потеряла именно с этого дня, когда вот я уже подстриглась. Как вам моя стрижка? Приду домой еще, покажу. Мне кажется, не очень ровно, все криво, косо. Сестра говорит, что нормально, но мне кажется, она меня утешает, успокаивает. Вы знаете, бывает у кого-нибудь такое, что вы бежите просто из салона, вам хочется убежать как можно быстрее. Я не знала, что такое бывает, но сегодня испытала это на себе. Волосы, зубы отрастут. Ну, хотелось быть красивой сегодня и сейчас, но как обычно. У меня все как всегда. Хотела показать, какого результата я хотела добиться и какой получила в итоге. В общем, в этом влоге я вставлю обязательно эти все кусочки и вставлю фотку, которую я показывала, соответственно, мастеру. Мастер уверял у меня, что она сделает то, что нужно. Ожидание и реальность — это две большие разницы, потому что, во-первых, трудно довериться кому-то, потому что у меня был другой мастер до этого. И да, трудно довериться кому-то новому, так как ты не знаешь, совпадут у вас взгляды, совпадет мнение или нет. Поймет он тебя в конце-то концов. И уже по ходу дела я еще хотела задать вопрос девушке, давно ли она вообще работает в этой сфере. Она неуверенно себя ощущала, хотя изначально, когда я пришла, мне казалось, что она довольно-таки неплохо должна знать свое дело. Ну, в общем, не суть. Могу вам показать, как выглядит это сейчас. Сейчас вот впереди вот такая вот длина. Сзади это все намного короче. И вот, если будет видно... Блин. Она мне очень коротко сделала. Да-да-да-да-да. Вот такая вот длина. Вот. Как бы, да, вот это вот огрызки какие-то. И, знаете, еще момент такой я во влоге там не упоминала. Мне кажется, что у нее были тупые ножницы, либо плохие какие-то. Потому что обычно, когда меня прошлый мой мастер стригла, делала филировку, то у меня, получается, волосы такие были шелковистые. Ну, как и после любого другого салона. И мне и масло нанесли. И дома я ухаживаю всячески. А волосы все равно такие грубые. Такие раньше были, такие и сейчас. Ничего не поменялось именно в плане. Они тоньше у меня не стали. Но раньше они были у меня всегда такие шелковистые. Особенно, когда новая стрижка. Честно, не очень мне это нравится. Ну, понятно. Я понимаю, что отрастут и все. Но, опять же, хотелось выглядеть сейчас хорошо. Когда у меня все отрастет. И опять потом сходить, да, к мастеру какому-то. Меня, кстати, не совсем устраивает вот сзади длина вот эта. Она сделала чуть неправильно. Нужно было сделать здесь короче, а здесь длиннее как-то. И профилировать просто вот низ, да, концы. А она сделала как-то вообще сзади какой-то каскад, который она сказала, делать не будем. И в итоге она сделала его. Она говорила, нет, макушки вот этой не будет, ничего не будет. Я вам внизу просто немножко сделаю такой якобы каскад и все. И в итоге получилось, что она сделала все, да наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok